Эта программа «Будьте здоровы!» вас приветствую и желаю отличного самочувствия. Я Татьяна Ситникова. Тема «Здоровые образы жизни», можно сказать, генеральной линией проходит в нашей программе, находит широкий отклик, ряды сторонников растут. К нам приходят с оригинальными идеями, личным опытом, полезными советами, в поиске союзников, в конце концов. Сегодняшний случай не исключение. Я с удовольствием представляю, надеюсь, очень интересных гостей, которые вам будут любопытны. Сегодняшний случай – это Олег Коев, тренер «Состояние». Как звучит, Олег? Здравствуйте. Тренер «Состояние» вы потом расшифруете, да? Конечно, здравствуйте. Что это такое? Здравствуйте. И Илья Ливанов, банный мастер. Это как уже хобби или профессия? Как сделан акцент? Это образ жизни. Ага, это даже вот так, да? Ну, как вы понимаете, тут и душа, и тело, наверное, так его не зря. Сегодня плечом к плечу. Я сказала про интересную оригинальную идею. Сегодня вы пришли именно с этим, окей? Да. Раскроем карты. Да, начинаем. Начнем с «Состояния». Я являюсь тренером. Тренирую и коммерческие организации, и различные социальные институты. И самое главное – это состояние, когда человек живет в радости, в любви и счастье. Это состояние высоких вибраций. Это состояние здоровья. И как раз вот сегодня, да, мы в этой рубрике будем говорить о нашем замечательном банном комплексе – Шихова. То есть прокладываем дорогу к этому состоянию. Да, то есть мы этого состояния достигаем через разные инструменты. И вот сегодня мы о них поговорим, да, то есть у нас будет основной инструмент. Так, в руках Ильи тоже важный инструмент к духовному состоянию. Очень важный. Как сходил в баню, заново родился, да? Все верно, все верно. Все верно, все верно. Так, кажется, говорят, народная эта мудрость гласит. Кто в баньке парится, тот целый день не старится. Ага, понятно. Ну вот, народ, имейте это в виду, с чего надо начинать утро, наверное. Ну, не обязательно утро, да, можно с вечера. Конечно. Ну что ж, какая идея вас привела? О чем вы мечтаете и в каком плане ищите союзников? Давайте об этом. Ну, начнем мы с площадки, которая в Шихова, банно-зарительный комплекс. И, соответственно, наша идея – принимать людей, которые ценят баню и хотят именно ходить правильно в баню. Потому что есть традиции, о которых мы, к сожалению, забыли. Я сам родился давно на вязкой земле в Белохунинском районе и с самого рождения ходил в баню. Но это стандартно. Три захода – вечером, после ужина или перед. А банное здраво – это искусство. Это когда ты перед баней несколько дней соблюдаешь определенный образ питания. Когда ты идешь в баню, определенный настрой. И, соответственно, в бане уже целый комплекс процедур. И после этой бани ты заново рождаешься. Ну, то есть целое искусство, да, чего тут и говорить. Ну, давайте, кстати, немножко подробнее. Шихова направление на Слободской, да, Слободской тракт. Я нередко проезжаю в этом направлении. От Старого моста буквально 11-12 лет. И давно, и давно там такой работает уже сейчас комплекс. Он открыл дверь. Я знаю, что там стройка была очень большая интересная. Ну, вот Илья сейчас как раз участвует во всех процессах. Он поделится. Ну, банный оздоровительный комплекс для народа открылся, для населения не так давно. Ну, то есть открытие прошло уже полностью. Ну, только премьера, да, можно сказать? Да, только премьера. То есть на данный момент приглашаем вас. Самый свежий пар. То есть на еду лишнюю осень. Осень 2015. Да, да, все верно. Ну, я понимаю тебе, что хочу сказать. Ведь, в общем-то, банными, ну, баня здоровья, да, это как раз вот для нашего, что называется, эфира. Но ведь сейчас банными делами вятку не удивишь. Каких только не наслушаешься. И на дровах. И там баня по черным. Да, и без дров. И турецкий вариант, да, и финская сауна. Вот здесь есть какой-то, ну, что называется, свой изюм, фишка? Не знаю, как бы слово найти. Я вам сейчас отвечу про фишки. Ну, во-первых, я много путешествую по России, изучаю славянскую культуру. И, скажем так, уже сформировал для себя вот эту банную здраву, да, которую дают наши мастера. И, соответственно, вот когда мы эту площадку наполняем вот этими шикарными процедурами, например, да, вот приведу. То есть первые заходы, разогревается тело, и на второй, на третий мажем тело солью. Соответственно, соль впитывает, да, всю грязь, забирает вот этих кристаллов, да, в весь негатив. Мы эту соль смываем. И следующий заход, мы мажемся медом. Это мне как женщине известно. Мы берем с собой в банку, ничего не скажешь. Да, но причем мы просто мажем медом тело, мы еще делаем банную латку, латку у живота. То есть это массаж. Причем массаж всего тела, да, все в рамках приличия. Типа волшебные руки Ильи. Илья уже начинает работать с веником. То есть вот он сейчас как раз расскажет про, наверное, свою процедур. Ну, все-таки давайте поподробнее, что он все-таки представляет. Шиковский вязкая здрава комплекс. Да, вязкая здравница. Вот, кажется, идея такая ее назвать. Я не знаю, появилось уже название. Или хорошее дело, я где-то слышала, бродит такое название, гуляет. Вязкая здравница. Да, очень хорошее название мы используем на данный момент для банно-оздорительного комплекса Шихова, так как планируем, что там действительно образуется здравница, настоящая такая здравница. Потому что там экологически чистый район, это, во-первых, свежий воздух. Нормально. Нормально так. Ну, что еще удивляет? Есть речка недалеко. То есть очень красивое и живописное место. Ну да, сейчас наступает зима, мы обязательно будем купать народ в купели. И уже после купели, конечно же, прогревать до глубины. Так что готовимся. Можно уже закаляться начинать. Там несколько залов? Там несколько, да, там несколько залов, несколько подразделений, то есть, и все различные тематики. То есть находится зал греческого типа, то есть с камнем прогревающим, где делаются мыльные массажи. Также большая парная. Там есть индивидуальная парная, это именно моя тема, можно так сказать. Я там провожу... Мастер-веник, да? Мастер-веник. Ну, извини, так сказал, но как так получается, наверное, да? Да, все верно. Программы провожу, также обрядовая бани. Вот именно про что я говорил Олег. То есть человек готовится к бане несколько дней, после чего приходит в баню. У нас, как на Руси... Таким ценителем надо быть и знатоком, да, вот чтобы к бане готовиться. Не знаете, что на диете, да, вот определенные сидители? Да, но я могу добавить по диете. Это просто, когда ты в бане идешь легким, соответственно, по питанию, это элементарно за два дня до бани не есть корнеплодов подземных. То есть есть только то, что растет над землей. То есть косточки-то не нет? Вот, да. Потому что данные продукты, они утяжеляют организм, и ты уже в бане идешь с тяжестью. Поэтому надо вот два дня так легкого, легкого такого диетного продукта. То есть все, что над землей растет, пожалуйста, кушай. Что еще в процессе подготовки? Я просто набираюсь опыта, я обожаю баню. Ну, даже возьмем, например, идеальное время, когда находишь в баню. Это индивидуально или... Вот смотрите, вообще, касаясь биоритмов космических, да, самое идеальное время, например, когда мы с утра с 8 до 12 идем в баню, и с 16 до 20. То есть в это время, скажем так, ну, самое оптимальное по организму, да, то есть когда нагрузка, например, после 8 идем в баню вечером, да, поздно, уже организм тяжеловато. Так что рекомендация, ну, кто хочет по правилам... Сова-жаворонок, вот, к примеру. Ну, знаете, сова-жаворонок, это уже, скажем так, я думаю, можно выровнять, то есть это уже так. Ну, понятно, вы назвали такие самые оптимальные, да, вы, конечно, самые отдыхные? Да, конечно. А там уже пусть и совы-жаворонки подстраиваются, у них есть утреннее и вечернее время, там, после обедения пусть выбирают. Ну, все-таки еще погуляем, поверьте. Два варианта есть, как минимум, а губы уже посередке. С грабницей погуляем, потому что у меня действительно интересно вопросы задать. Это все-таки вот индивидуальная работа, вот с мастером, банным мастером, или, например, семейный отдых, или, возможно, варианты? Ну, запланировано как семейный отдых, так же и программный отдых, то есть человек приезжает, это именно готовится к бане, и мы проводим ему программу полностью. Банный массаж, веничный массаж, пропаривание, прогрев. То есть индивидуально вы работаете с человеком, да? Да, все верно. И по желанию, что я хочу? Ну, по желанию, по вашему состоянию, то есть... Да, обычные клиенты кричат, еще-еще, да? То есть, правда, не учитывая рука, это как понравится рука мастера, да? Ты уже смотришь на человека и уже видишь образ его парения, можно так сказать. Вырабатываешь про него именно индивидуальную программу. Выбираешь травки, венички определенного характера, да, все верно. Какой самый веник шикарный? Дело в конце? У каждого свой веник. Не, почему ты зимой? Сделано своими руками. Ты самый шикарный веник, с любовью. Ну, а, например, семья. Семья может вот так, семейный отдых? Да. Вот так вот, да, тоже? Это уже, наверное, зал побольше? Да, греческий зал подойдет. И насколько он рассчитан человек, к примеру? Какая может быть компания уложиться? Компания, ну, минимальное количество людей, может, 9 человек и свыше. То есть, возможно, и один человек может туда прийти, да, пропариться в клинический зал с программой. Может, и можно и 9. Ну, уж коли вы пришли к нам сюда в гости, то я надеюсь, что вы хотите любителей банного дела удивить, вот в хорошем смысле слова, да, представить уровень такого сервиса, чтобы сказали, вот они, вятские банщики. Илья, ведь вы же где-то даже учились в Сибири, есть такая история, нет? Я обучался... В Сибири на Урале. В Сибири на Урале. В Сибири на Урале, да, пооблюще чуть-чуть. Да, обучался на Урале у Ивана Бояринца, он собирает русские традиции и передает их в мастер-классах. Я жил у него какое-то время, обучался банному мастерству, брал обряды некоторые, потому что на Руси все проходило через баню, человек приходил через баню, то есть рожали его баню. Свадьбы, да? Свадьбы, да, девичники, мальчишники, все проходили в баню. Парни в армию через баню. А извините, вы это в современном варианте предлагаете сейчас, например? Да, в современном варианте. Да, конечно, все равно с плеча, да. Да, я в хорошем смысле слова. Ну, уже в конце концов, мальчишники, девичники, где-то там в барах, кафе. Ну, что, традиционно же неинтересно. Да, конечно. С легким паром, да, вот где-то вот так. А что-нибудь еще вот об обрядовых традициях, которые живут в Вятской здравнице, в Шихово? Расскажите еще вот эту очень интересную тему. Ну, обрядовая традиция, семь паров. Как у нас деды говорили, то есть, семь потов должно сойти точно так же. В баньку семь паров. То есть, семь раз вы так похлещете или что? Да, семь заходов проводит человек, то есть, после чего получает здоровье, обретает свою молодость душевную. Ну, просто даже объясню. Вот первые заходы, они, скажем так, тело потихонечку настраивается. То есть, там идет глубина прогревания всего тела. Соответственно, например, вот тоже рекомендация, в первые заходы ни в коем случае нельзя обливаться холодной водой. То есть, поры только раскрываются, поэтому первый, второй, третий заходы идут на разогреве. После баньки мы умываемся в тепленькой водичке. И вот такие элементарные правила, да, и, соответственно, мы до семи заходов легко. И самое главное, то есть, вот как обычно, я вспоминаю после бани состояние, ну, напарился, все, полежать бы, поспать. А здесь после бани люди выходят живые, энергичные. Вот это когда правильно ты сходил в баню. То есть, ты потом готов еще что-то делать в этой жизни, да, там, творить, любить и так далее. Ну, одним словом, вы знаете, в школе такая встреча, и вы так вкусно все рассказываете. Да, вы уже хотите в бане, да, Татьяна? Да, да, да. Давайте хотя бы какие-то координаты для связи, что-то вот такое дадим. Значит, еще раз скажем, Шихова. Сколько у нас километров от города? Ну, это значит, мы едем на Слободской от Старого моста, ориентировочно где-то 9 километров, ну, 9-10. Можно сказать, это пригородить, да, в мостах получается? Ехать сколько? 10-15 минут. И основной ориентир, это вот будет указатель налево наказания бизнеса, и, соответственно, справа сразу начинается Шихова, и вот вы приехали, вот она баня, то есть чуть-чуть заехали. Только выходные или работаем каждый день? Работаем каждый день, да. Слезать по телефону заявку, да, можно сделать? Причем, расскажи еще, что есть формат, ну, общественная баника, люди могут просто приехать в отделение и помыться, то есть... Да, рассматривается формат, на данный момент уже существует, общественная баня, он у нас проходит в среду. Женский день, а в воскресенье мужской день, сейчас на данный момент проходит это все. В среду это как же... За шиховских жителей, это, конечно, святое дело, да? Шиховские жители в восторге, им очень нравятся, они прям... Вот, Илья, к вам вопрос, как к банному мастеру, вообще вот навятки знают толку в бане? Или, ну, человек взял там веник, да, попарился, считает себя уже, в общем-то, крутым? В этом году, в этом году мы проводили, при поддержке банного комплекса Шихова, проводили чемпионат на Вятке, получается, банный чемпионат. А вот это что-то с Гренландией, да, вот связано, вот я слышала об этом. Да. Ну и что показал чемпионат? Чемпионат показал хороший результат. Огромный интерес. Вы были среди призеров? Огромный, огромный интерес. Нет, к сожалению, у меня, я не прошел финал из-за некоторых своих. Ну, понятно, у вас все впереди, будем так считать, Илья, да? Ну, а все-таки вот сейчас, когда вот народ, любители бани, какие чаще всего ошибки допускают? Вот что вот мы бы категорически не советовали? Ну, я понимаю, что крепкие напитки, вобл, да, не рекомендуется, наверное, брать с собой лучше заварную чай или что-то. Да. Любят, вот ценители, истинно ценители, их много на рядке, умеют люди приносить пользу, не знаю, там, ну, приносить пользу своему организму, здоровью, банным делом. Дайте экспертную оценку. В баньке лучше, ну, как сказать, естественно, все тяжелые продукты убрать из питания и ходить в баньку именно с облегченными продуктами. Это фрукты, овощи, орехи. Чай, травяные. Да, чай, чаи, травяные, медовые, настойки, то есть, ну, так сказать, пиво, это называли воду родниковую с медом. Ага, это вот так. Называли пиво, да. Это раньше так, да? Это тоже из обрядовой серии? Нет, это на Руси, как бы, испокон веков. Изначально было. Пиво, да. Пиво, вот, это была медовая вода. Этим тоже, как говорится, не удивишь, это все хорошо, замечательно. Ну, я насколько понимаю, все-таки Вятская здравница еще, она в поиске сейчас интересных идей, интересных людей, да? Вот это в развитии идет, Олег. Да. Вы же тренер в состоянии, в состоянии. Как раз, да, мы наполняем эту баню не просто банными процедурами, но еще у нас вот стартанул с этой площадки проект, это клуб здоровых, успешных людей. То есть, понятно, баня это здоровье, а касаясь успешных, это те люди, которые занимаются своим самосовершенствием, которые себя реализуют в социуме, да, делают интересные проекты. И вот у нас сейчас складывается круг друзей, это разные площадки, ну, в частности, еще есть площадка Крем, это кафе-караоке, где мы пятна... Пардон, я уточню, да, пардон, скажу, это район Лепси, да, вы там сколько знаете? Да, 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 напротив, да, завода Лепси, там столовая котлета, очень тоже хорошая еда. Кстати, какие вкусные названия? Котлета, там, то есть котлета, это единица. Мы идем в Крем. Да, 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 и, соответственно, Крем, это все в одном здании, и в Креме самое интересное, там формат разный, и банкет на зал, да, огромный, где можно проводить мероприятия, и самое интересное, это вот караоке, площадки, и плюс еще на 80 человек, там конференц-зал, где мы как раз вот будем проводить и тренинги, и творческие вечера, и 15 ноября я уже анонсирую, да, мы планируем грандиозное мероприятие, это будет творческий вечер, шеф-повар будет готовить интересные блюда, именно семейный формат, то есть взрослым, с детишками, да, мы будем давать тоже разные продукты, которые, скажем так, полезны для здоровья. И, соответственно, у нас будет творческий вечер, песни, танцы, хороводы. Понятно, кто будет в гостях, кто будет интриговать, звездить. Значит, звезд будет достаточно, да, и, соответственно, мы всех желающих зовем тоже 15 ноября в Крем, уже заранее анонсируем. Ну, а это как, свободный вход, нужно какую-то заявку сделать? Ну, смотрите, да, вход будет свободный, то есть там уже каждый, кто будет кушать, кто что, но, скажем так, заранее нам будет подтвердить участие в этом проекте, чтобы у нас, скажем так, вместило все. Я уже в который раз задаю вопрос, дайте что-нибудь для связи, какие-то координаты. Да, давайте так, значит, мы, во-первых, вот по банному комплексу Шихова, это у нас и ВКонтакте находим группу, да, банный комплекс Шихова. И, конечно, телефон 478-007, улица Центральная, 16. Вот так, знаете, да, лучше взглянуть на ВКонтакте, да? И, соответственно, по Крему также ищем группу ВКонтакте, я думаю, интернет это очень хороший инструмент, да, и, значит, также через ВКонтакте, либо звоним уже по телефону, записываемся на наше мероприятие 15 ноября. Такое предложение, идея вопроса, что называется, в здоровом теле, здоровый дух, опять же вспоминаем. Да, значит, по Крему тоже телефон 441-866. Ну, я должна была спросить, потому что потом будут звонки, где же я буду, какие координаты давать. Так, я хотела спросить, Илья, все-таки мне глост вопросов. Вы, как получилось так, что вы стали банным мастером, вы безумно любили баню? Есть какая-то история? История Ильи Иванова? История, конечно, есть в детстве. Я с детства хожу в баню, у меня у деда в Симской. Я тоже хочу ходить. Все тут заявлены банчики. Да. В Симской области находится баня, и баня находится на роднике. В Симском районе, вы имеете в виду, да? И прямо в предбаннике пробегает родник. То есть я, когда переехал отсюда, жил долгое время в Челябинске, я скучал даже по этой баньке. Приезжая туда, я всегда радовался и душой, и телом, отдыхал, парился. Хорошо, поставлена как-то банька-то, да, с родничком рядом. Да, вообще чудесно поставлена банька, очень нравится. Ну и вот, да, вот корни семейные, традиции, вот и все с этого началось. После чего я в Челябинске узнал о банном мастере Ивана Небояринце, которого мы приглашаем также в гости в ноябре месяце, последние выходные ноября. Мы тоже про анонсируем. Яскую здравницу? Конечно, соберем всех любителей бани и проведем мастер-класс, да. Интересно, а сообщество банщиков сейчас большое вот таких, которые себя уже профессионально чувствуют? Да, сообщество банщиков большое. В этом году мы проводили банным союзом, есть такой банный союз на Урале, проводили фестиваль первых в мире бани, бороды и массажа. Да, мы пройдем. Борода у нас растет, да. Фестиваль прошел очень хорошо, во время фестиваля посетило порядка тысячи человек, фестиваль. Друзья, отращиваем бороды, готовимся к следующему фестивалю. Я думаю, за этим не станет. Женщины косо отращиваются. Фестиваль назывался «Иди в баню», то есть вот так просто и легко. По-доброму, по-доброму, да. Иди-то ты в баню, да, за здоровьем. В области нашего разговора. Ну, недаром же всегда отправляли в баню, да. Когда человек чуть что-то там, скажем так, вот, видно по нему, что он неладно, да. Да, его отправляли всегда в баню. Да, после садово-огородного сезона это неладно со спинками. То есть все просто, это не оскорбление, да. Мы человека не просто куда-то посылаем, мы его отправляем отладиться в баньку, да. Соответственно, после баньки он уже будет нормальным, спокойным, доброжелательным человеком. Так что вся злоба, вся худоба уходит, здоровье приходит. Так что идите-ка в баню. Да, да, да. Сегодня мы в эти слова вкладываем особый, вкладываем особый смысл. Ну, и так далее. Значит, потом... Попал я на мастер-класс к Ивану Бояринцеву, очень понравилось. Подержал веники в руках, понял, что это моё действительно. То есть просто взять веник в руки, это не высший пилотаж. А что такое высший пилотаж для банного мастера? Это сочетание состояния, внутреннего состояния, видение гостя, как ты его паришь, что ты именно конкретно делаешь, и также техника определенная в движениях, и всё. Кого приятнее парить, мужчин или женщин? Ну, когда ты заходишь в баню, там нету мужчин и нету женщин. Ты заходишь, ты банщик. То есть ты видишь дитятка, которая ладишь. Вот в этом заключается дитятко. Дитятко, которое... Так приятно. Божья дитятка, как можно сказать. Ну да, хорошо звучит. Отношение другое, как бы, и ты не будешь... Если ко мне придёт парень, я буду себя казать, как парень, да? Буду его парить, там, ох, вот я как могу, там, жару ему поддам. Ты хорошо парни... Пошёл, включился, да? Да, да, да. Если придёт девица-красавица, то я себя тоже буду казать, если я зайду как парень. А если я зайду как банщик, и передо мной будет лежать дитятко, то я буду ладить, буду поварить и буду править. Какой глубокий подход. Это весь смысл бани, то есть именно в состоянии. Олег, у нас тренер в состоянии, а я погружаюсь в такое состояние, когда я иду в баню. И уже погружаю людей. Честно говоря, мне уже идти туда захотелось. И вот буквально последняя минута нашей встречи. Скажите, ну ведь вы наверняка в поиске союзников, так чтобы идея обрастала людьми, не знаю, какими-то оригинальными, любопытными предложениями. Вот в чём смысл? У нас союзников уже достаточно, и мы сейчас дружим площадками. Например, помимо вот того, что у нас есть банный комплекс Шихова, ещё у нас сейчас предстадион «Прогресс» активно входит в наш клуб с целью проведения Дня здоровья. То есть мы планируем раз в месяц в Кире проводить такой глобальный общегородской День здоровья, где будут приглашаться все желающие. Следующий шаг, да? Да, но это буквально уже через месяц, я думаю, проведём. Может быть, в первую очередь, в 15 ноября тут всё рядышком сделаем. Соответственно, что это? День здоровья, собираем людей и разных мастеров. То есть вот есть Стадион «Прогресс», да, хорошая площадка. И, соответственно, на этом стадионе тут у нас разная практика, разминки, зарядки, хороводы наши, родные, также эстафеты. То есть всё будет интересно, весело и дружно. Поэтому вот разные площадки, кому это тоже интересно, могут присоединяться к нашему клубу здоровых и успешных людей. Мы его назвали «Рост». То есть пока вот кодовое название «Рост», он описывает все процессы. Ну что ж, идём в баню. Да, идём в баню. Сегодня нас усиленно в этом направлении двигаться приглашали Олег Коев, тренер состояния Илья Ливанов, банный мастер. Яска из границы Пшикова ждёт гостей. Заинтриговали ребят очень-очень-очень. Надеюсь, потом поделюсь впечатлениями. Спасибо за встречу. Приходите в гости. Всего доброго.